Правоохранительными органами Адыгей по горячим следам раскрыто убийство 22-летнего жителя Майкопского района, что послужило мотивом совершения тяжкого преступления, сейчас выясняют следователи. Сообщением об обнаружении трупа молодого человека с признаками насильственной смерти в одном из домовладений в станице Абадзехской в органы внутренних дел обратились медицинские работники. Прибыв на место происшествия, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. 33-летнего односельчанина. Преступление последнее совершил на почве внезапно возникших неприятных отношений. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему один удар монтировкой по голове, а затем один удар ножом в область скрутной клетки. В настоящее время в порядке ст. 91 по КРСИ мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту убийства следственным управлением СК России по Адыгее возбуждено уголовное дело. Здравствуйте, в эфире программа «Объектив-02» студии Байзет Гомлешко. Цифры статистики в сфере безопасности дорожного движения выглядят несколько лучше прошлогодних. Тем не менее, ситуация продолжает оставаться сложной. За 6 месяцев на дорогах республики в ДТП получили травмы 253 человека, 62 погибли. Для снижения уровня аварийности в госавтоинспекции реализуется целый комплекс мер. В него входят не только традиционные формы профилактики. С начала текущего года активнее стал использоваться метод скрытого надзора за участниками дорожного движения. О том, что он собой представляет, как к нему относятся граждане и каковы результаты его применения, в материале нашего корреспондента Сергея Елизарова. Мы сейчас выявляем нарушителя. Дальше что происходит? Передаем по радиостанции экипажу по позывному. Они останавливают гражданина и я подъезжаю, ознакапливаю с видеофиксацией, где он нарушил право дорожного движения. Таким образом осуществляется скрытое патрулирование нарядами госавтоинспекции Адыгеи. С работой одного из них мы решили познакомиться, что называется, изнутри. Для скрытого патрулирования используются те же служебные автомобили, но без специальной краски и спецсигналов. И здесь уместен вопрос о законности таких мер. Методика применения скрытого контроля за дорожным движением соответствует требованиям пункта 89 наставления по организации дорожно-патрульной службы. Продолжая патрулирование, нарядом зафиксировано грубое нарушение правил дорожного движения. Иномарка на большой скорости пронеслась мимо машины скрытого надзора по встречной полосе движения. Инспектор передал данные легковушки ближайшему патрулю. Важным аспектом является демонстрация лицу видеозаписи совершения им правонарушения. Лишь после этого начинается процесс составления протокола. Я сейчас объясняла причину, почему я нарушила. Я не успела затормозить, поэтому... Не успели затормозить? Да. Задача скрытого патрулирования состоит в большом профилактическом эффекте. Ведь потенциальный нарушитель будет попросту опасаться хамить на дороге, осознавая, что за это последует расплата. Но пока статистика говорит о другом. Всего с начала текущего года нарядами скрытого надзора за дорожным движением в Адыгее выявлено 748 нарушений. Почти половина из них связана с выездом на полосу встречного движения в местах, где это запрещено. Эффективность новых форм и методов борьбы с правонарушениями на дорогах оценивается не только статистикой. Не менее важна для полиции оценка ее деятельности общественностью. Мы узнали мнение граждан о нововведении. По-моему, это хорошо, нужно выявлять таких как бы заядлых, которые всегда получают скрыться. Я считаю, что да, это правильно. Не знаю, думаю, что не поможет. Как гоняли, так и будут гонять. Это надо. Для того, чтобы сохранить жизнь наших людей, делайте все для этого, чтобы было нормально. В ближайшем будущем госавтоинспекция планирует оборудовать машины скрытого надзора дополнительной аппаратурой, а в законодательство будут внесены соответствующие изменения. Комплекс этих мер позволит сделать работу таких патрулей самостоятельной и расширить сферу их деятельности. Сергей Лизаров, Андрей Абакумов, Вячеслав Коробков, Рустам Евтых. Программа «Объектив-02». В Майкопе полицейские расследовали уголовное дело по факту украшения чужого имущества. Как выяснилось, таким способом молодой человек решил поправить свое материальное положение. О пропаже сбережений в полицию сообщил 36-летний местный житель. Со слов хозяина дома, у него украли 350 тысяч рублей и 4 тысячи долларов. Около суток потребовалось сотрудникам ОВД Майкопа для раскрытия этого преступления. Установлено, что в данном домовладении никто из посторонних людей не был. В связи с чем было установлено, что вероятнее всего данные денежные средства мог похитить кто-то из числа знакомых потерпевшего. В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что данное преступление совершил близкий родственник потерпевшего, а именно его приемный сын. Первоначально молодой человек отрицал свою вину, однако под давлением собранных улик вынужден был признаться. Похищенные деньги сыщики изъяли. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу Майкопский городской суд. Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. Где побывали и с кем встретились полицейские в этот день, смотрите в материале Вадима Агаркова. Инициатором посещения Свято-Дмитриевского храма, расположенного в поселке Каменомурском Майкопского района, стали представители кадровых подразделений МВД по Адыгее, Общественного совета при ведомстве и администрации детского социального приюта «Ачак». Отмечу, что активно это поддержали и представители Майкопской и Адыгейской епархии. Сначала настоятель храма рассказал ребятам об истории праздника, которая тесно переплетена жизнью святых Петра и Февронии. Дети внимательно слушали увлекательную историю и не стеснялись задавать различные вопросы. Далее представители православной церкви рассказали гостям об истории самого храма. Сегодняшнее мероприятие можно несомненно назвать особенным. Все дело в том, что детям рассказали об истории данного храма, в частности о том, как он был восстановлен после полного разрушения, после чего гостей провели на экскурсию. Уже находясь в храме, мальчишкам и девчонкам поведали о том, как удалось сохранить старинные иконы, а также какие из них наиболее почитаемы верующими прихожанами. В завершении экскурсии отец Ростислав раздал ребятам свечи, чтобы каждый мог помолиться и попросить своего покровителя о помощи во всех благородных начинаниях. Мы к ним тоже приходим в период очага разных беседов на духовные темы. В общем, как мы можем, помогаем и участвуем в духовном развитии детей. Это очень важно, потому что это наше будущее, поэтому нужно об этом заботиться и думать, и Господь об этом всегда говорил. О важности таких встреч и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения говорили в этот день и социальные работники. Детям нравится, детей интересуются, детям это интересно, потому что церковь, она всегда прививает такие качества, как доброта, надежность, целеустремленность. Между администрацией социального приюта и настоятелем храма достигнута предварительная договоренность о проведении таких акций на регулярной основе. Вадим Агарков, Юрий Кравченко, Рустам Евтых, программа Вести, дежурная часть.